11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько. Здравствуйте. У нас два часа активного эфира. Сегодня во втором часе к нам придет Илнур Гусейнов, председатель благотворительного фонда «Азербайджан», член общественной палаты Кировской области. Ксения Шамова, что-то мне тут не обозначили, как мы Ксению сегодня представляем. Разберемся. Елена Петушкова, руководитель детского центра «Копленок». А говорить мы будем о внедрении билинговального обучения детей в Кировской области. Что такое билинговальное обучение? Двуязычное. Вот. Говорил же нам вчера Игорь Владимирович Васильев про слово «Инаугурация». Меньше непонятных и сложных в произношении слов. Суть и перспективы двуязычного обучения детей в Кировской области – это тема, чуть не сказала, урока нашего эфира. Да, второго часа после двенадцати. Всех, кого интересует эта тема, мы отсылаем туда. В первом часе мы тоже будем говорить о некоторых вещах, которые перекликаются с нашим вчерашним интервью. Плюс уже теперь, можно полной мере сказать, губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Это облагоустройство и изменения, которые ждут или хотелось бы, чтобы мы их получили в городе Кирове. Если мы вчера говорили о том, что область добилась того, что территория бывшего Кировского военного технического училища теперь полностью передана в наше владение, получается, там часть церкви передана, теперь часть области передана, вся территория теперь наша. Делай, что хочешь, Ань, понимаешь? Строй, что хочешь там, не строй. Я просто чего хочу сказать. Давай завтра обсудим это в дневном развороте со слушателями. Квату. Территорию Квату. Хорошо, я не против. Вот. Сказано же было, что всё-таки поговорят жители, ничего они там хотят. Правда, жители уже высказывались на эту тему, но мы сравним. Может быть, мнение изменилось. Изменились настроения, да. А сегодня мы будем говорить о малых реках Кирова, текущее состояние этих рек, планы по их очистке, благоустройству на примере конкретной речки Хлыновки. И по этому поводу у нас в гостях Константин Кропанев, координатор сообщества Хлыновка-Люльченко ВКонтакте и Фейсбуке. Константин, добрый день. Добрый день. Виталий Брам, гражданский активист, вызвал такси и едет к нам. Виталий, привет. Надеюсь, ты слушаешь нас в такси. Антон Щеглов, эколог. Антон, здравствуйте. Добрый день. И этой теме посвящен опрос на сайте эхокирова.ру и нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте, конечно же, состояние небольших рек, протекающих по территории Кирова. Насколько вас волнует, интересуемся мы, несколько вариантов ответов. Я жму на первый ответ, волнует, иначе бы мы тут не собирались регулярно в нашей студии. 70% ответивших на сайте хокирова.ру говорят, да, волнует. Да, волнует. А 30% говорят, не задумывались. Вот, кстати, наша задача, одна из задач нашего эфира, чтобы задумывались, правда? Конечно. Просто эти люди, наверное, не живут по берегам вот этих речек. А мы вот посмотрели с Аней накануне эфира еще раз карту города Кирова, и видим, что в частности побережье, если еще так можно его назвать, пока еще существующего, существующее побережье реки Хлыновка с пляжами, зонтиками, рекреационными зонами активно застраивается. Ну, то есть застройка есть, а всего остального пока что нет, но речка пока еще течет. Ну, то подожди, может быть, строители прислушаются к нашим эфирам и начнут, наконец, благоустраивать не только дворы, но и прилегающие к домам территории, в том числе берегорек. Да, вспомним, что говорили строители на эту тему. Мы их сегодня подключать не будем, разве что тех, кто сам позвонит и нас услышит. Но у нас есть уже богатый опыт общения со строителями, в том числе, по поводу благоустройства Кирова, в том числе и берегов и речек. И гости, которые здесь присутствуют, знают точку зрения строителей. Мы ее тоже вспомним сегодня. Ну, а для слушателей телефон 211-101. 211-101 и номер для смс, если вы хотите таким образом высказать свое мнение, 8 909 720 101 и 0. Редко пользуются смс-ками, слушатели в последнее время больше звонят. Звоните в прямую. Ну, и я должна все-таки, наверное, результаты предварительной опроса на нашей страничке ВКонтакте тоже озвучить. В принципе, они совпадают с тем, что на сайте наиболее популярный ответ волнует почти 62%. И 26% не задумывался. Да, еще раз отсылаем вас, слушатели, к пабликам Хлыновка и Люльченко в Фейсбуке и ВКонтакте, потому что активисты стараются выкладывать все, что происходит вокруг этих речек в Кирове или вообще вокруг рек городских, какие изменения есть в нашей стране. Но вот рейд, который произошел в субботу, пока что еще на паблике не выложен. Ни фотографий нет, ни каких-то ваших выводов нет. В этом смысле сейчас будет такая премьера. Сейчас мы все расскажем. Эксклюзив. И мы спросим у Константина, Антона и Виталия, которые рано утром, в субботу, не поленившись встать в 9 утра, это я про себя сейчас говорю, я-то вот как-то не смогла присоединиться, но я сейчас отрабатываю, да, встали и поехали с инспекцией очередной на берегах Хлыновки. Очередной, потому что вот предыдущий, я вижу, пост от 4 августа, не так давно, вы тоже выезжали, фотографии впечатляющие, которые вы разместили в Фейсбуке, я вижу, между улицей Солнечной и Ульяновской был ваш рейд. Там все плохо? Ну, посмотри, зайди, мы можем с тобой описать потом. А сейчас вы выезжали, насколько я понимаю, на другие участки. Расскажите, пожалуйста, Константин, начните. Да, еще раз добрый день. В этот раз мы съездили на реку Хлыновку, и мне было посмотреть ситуацию в динамике. То есть я с таким рейдом там на Хлыновке был ровно год как бы назад. В этом месте конкретно? Да, но в этих местах, то есть в этих местах было ровно год назад, и мне было интересно посмотреть динамику. Немножко могу как бы успокоить, что ситуация, по крайней мере, меня немножко порадовала. А где, надо сказать, куда поехали? Да, мы начали с так называемого озера Русское. Это где-то несколько километров за чистыми прудами. То есть это очень довольно большой водоем. Я думаю, что один из крупнейших водоемов вблизи города Кирова, и в принципе, то есть он имеет все право на то, чтобы там сделать какую-то тоже определенную зону отдыха. Тем более она там лет 10 назад пытались, то есть была такая попытка организовать там платную зону отдыха. А сейчас как озеро Русское выглядит? Выглядит оно неплохо, но неплохо, я считаю, это даже, может быть, не заслуга там экологов, либо еще что-то. Это просто высокий уровень воды. То есть высокий уровень воды. Если в прошлом году река там, Хроновка, практически, но полностью обмелела, то есть она представляла собой совершенно маленький ручей, то сейчас она все же течет и похожа как бы на реку. Мы с Антоном прошли по берегам немножко, посмотрели, мусор есть, но он все же как бы, по крайней мере, не прибывает. Мусор не прибывает. Слушайте, а у меня всегда вот вопрос возникает. В таких местах, где не очень много прохожих, скажем так, да, но есть отдыхающие, там какие-то урны, емкости для мусора, они вообще есть? Или нет? То есть вы говорите, мусора немного, ну вот первый вопрос, а люди, которые туда приходят, то куда его выбрасывают? Ну, как это там не установлено никаких емкостей для сбора отходов. Ну и вы должны понимать, да, что если поставил урну, то ее надо опять вывозить. Конечно. То есть это уже немножко другой уровень ответственности, которую необходимо взять на себя, скажем, ну, администрации, поселения. И, конечно же, не всегда на это есть необходимые финансы. Поэтому тут как-то так проблема решается, знаете, как-то так. Ну, на этом озере довольно часто все же отдыхают кировчане. В принципе, тут все действительно зависит от ответственности. Если приезжают ответственные люди, то они не только за собой мусор убирают, но они как бы стараются прибрать. По соседству. Мусор по соседству, чтобы отдыхать хотя бы на приятной территории, чтобы отдыхать не посреди. И на свалке. Бутылок, да, и консервных банок, а все же, ну. Давайте еще раз опишем, что вокруг озера Русского находится. Я там ни разу не была. Там есть какие-то дома, там есть какие-то гаражи, там есть какие-то склады, или там прямо вот леса, парки, что там. С одной стороны лес, с другой стороны жилая деревня. То есть там свободная территория. Но это городская черта? Это черта граничит, город граничит с Чепецким районом, насколько я понимаю. А многоэтажки там где-то близко? Да многоэтажек, там километр, наверное, 4, ну 3, наверное. Километр 3-4 за вот как раз чистые пруды получается, да? Вот близко прилегает большой жилой район. И для этого района озеро Русское, как и для всего города, но особенно для этого района, могло бы стать большой и благоустроенной рекреационной зоной. Да, ну, кстати, когда мы возвращались обратно, то есть в районе уже чистых прудов, то есть в честь которых назван микрорайон чистых прудов, там уже есть такой некий опыт. То есть там построили заново пруд, его облагородили, построили беседку, и сейчас там проводят платную рыбалку. Да, и там даже, по-моему, каких-то осетровых запускают, и форель недавно подвезли, насколько я знаю. Да, у меня тоже есть большое желание туда съездить, по крайней мере, попробовать. Это хорошая история, хотя бы посмотреть, что может сделать частный бизнес, когда ему удается договариваться с властями, да? То есть развязаны руки, когда никто не мешает. Я вот для того, чтобы начало маршрута, я думаю, что мы обозначили, я только процитирую информацию от 2014 года. Тогда еще существовали такие хранители реки Хлыновка, в частности, Дмитрий Дерунов и компания, как он обозначается. И он говорит, что обнаружили, что берега озера Русского, в которые падает Хлыновка, захламлены отдыхающими в лесах свалки строительного и бытового мусора, костровещи битого стекла, видимо, горы такие, сетей на озере не обнаружено. Но приятно то, что по соседству с краснокнижными видами растений на берегу озера стоят автомобили... Неприятно то, что стоят на берегу озера автомобили, вокруг которых свалка, здесь же костровещи, барбекю, берега, показатель культуры нашего населения, говорит. И отдыхающие посреди всего этого. Русское пока что не попало под прицел ни городских властей, ни частного бизнеса, но оно вот есть. И оно довольно внушительное такое. А последнее еще тоже, давайте у Антона спросим, у Антона Щеглова, у эколога. Скажите, пожалуйста, известно ли вам о том, что там какие-то исследования проводились, воды в озере Русском, берега и прочее? Ну, если говорить об уровне загрязнения, то максимальный какой-то уровень загрязнения обычно виден визуально сразу невооруженным глазом. То есть это какая-то погибшая растительность, дохлая рыба. Да, в таких случаях, конечно, необходимо брать анализы и пытаться понять, что произошло, что случилось. Там такого нет? Там такого нет, вполне такая приемлемая картина. И, в принципе, отбирать воду на качество, ну, в принципе, такой острой-то необходимости нет. Понятно. Все, двигаемся по речке Хлыновка в сторону Чистых прудов, где тоже было несколько водоемов. Один из них сейчас, как мы выяснили, видимо, взят в аренду, мы не знаем, мы узнаем у собственника. И там благоустроен рыбацкий клуб. На берегах какие-то строения, запускается рыба, а следовательно, вода приемлемого качества. Ну, знаете, очень интересны экологические нормы Российской Федерации. Там есть четкая градация на водоемы рыбохозяйственного значения и культурно-бытового. Вот рыбохозяйственное, это очень жесткие нормы. А культурно-бытового, несмотря на то, что это вроде для человека, они намного проще вообще на порядок. И, скажем, действительно, для рыбы вода должна быть намного чище. Но, опять-таки, одно дело частные водоемы, совсем другое дело какие-то водные объекты в общей зоне доступа. Хорошо, сейчас проверемся буквально на несколько секунд. Продолжим тему. Константин Кропенев, Антон Щеглов у нас в гостях. Они в субботу совершили рейд по берегам реки Хлыновка. И вот сейчас нам рассказывают о той ситуации, которая предстала их глазам. Продолжается программа «Дневной разворот. Малые реки Кирова». Текущее состояние планы по их очистке и благоустройству мы обязательно там озвучим. Мы сделаем туда... Подберемся к этой теме. Обсуждаем с нашими гостями Константином Кропеневым, координатором сообщества Хлынов и Люльченко ВКонтакте и Фейсбуке. И Антоном Щегловым, экологом Брама. Тоже уже называть даже не хочется. Нет, мы все еще ждем гражданского активиста Виталия Брама, который едет к нам на такси. Да, ну вот смотрите, мы прошли от старта. Это озеро Русское. Пересекли уже территорию Чистых прудов. Отметили, что там происходит. Дальше, где вы были? Да, мы были еще... Посетили несколько мест в поселке Новом. То есть это в районе улицы Дубинина и в районе, где речка Мостовица, которая тоже течет через Чистые пруды, впадает в Хлыновку. Что бы хотелось сказать, что наблюдая за этой местностью в течение нескольких лет, можно сделать такой интересный вывод, что если, условно говоря, 5-10 лет назад берега Хлыновки в районе поселка Новом, это было действительно какое-то место отдыха. То есть там люди, условно говоря, сажали картошку, ходили там на шашлык. Конечно, место отдыха. Константин, а можно уточнить, вот тот участок, на котором вы были, это участок частной застройки, да, в поселке Новом? Ну, да, там идут домики, а где-то идут частные дома, естественно. Соответственно, там вдоль речки были тропинки, и как-то народ, ну, что гулял, что передвигался, что еще что-то, то сейчас там все заросло. То есть там заросло-заросла высокая трава, заросло деревьями, которые, так скажем, быстро растут и потом падают просто как бы в реки. Очень высокий баршевик, очень высокий баршевик. И тут тоже такой интересный момент, что, получается, с одной стороны, река сейчас не является местом отдыха, но, с другой стороны, в моем понимании, она отдыхает просто от людей. То есть, раз люди там не отдыхают, соответственно, они там не мусорят, они там не мусорят. Антон, я вижу, удивлен, такой вот определение, река отдыхает от людей в таком состоянии. Ваше мнение, Антон? Ну, место это тоже мне знакомо несколько лет подряд, и, в принципе, вот я с Константином тут соглашусь, что, да, оно видоизменилось, но я, как эколог, вообще вижу в этом только позитив. Ну, он тоже и позитив. Слушайте, мне кажется, люди вообще лишние. Ну, в каком-то плане, конечно, да, но, с другой стороны, это место, ну, скажем так, на мой взгляд, улучшилось, потому что вот клен канадский, который напал на эту реку, буквально захватился берега, благодаря тому, что человеческая хозяйственная деятельность там стала меньше, то есть, ну, меньше выпас кос, овец, которые там раньше были, раньше ходили по косы были. Сейчас этого ничего нет, благополучно все заросло, но от этого оно стало, ну, на мой взгляд, в каком-то плане даже симпатичнее. И более того, я вам скажу, что, видимо, какой-то идет сейчас процесс очень интересный такой, вот я заметил его следы, что люди, которые живут в этом районе, они стали относиться к этому водному объекту, его берегам по-другому. Вот лично мне так показалось. По-другому в лучшую сторону или в худшую? По-другому вот в лучшую сторону. Потому что раньше, если выходишь на берег, это, значит, какой-то ковер из бутылок, полторашек, мусора, пакетов и всего-всего-всего. А сейчас вот мы с Константином в тех местах, где были, в нескольких из этих мест подходишь, и вот, понимаете, вот такое ощущение, что люди пытаются как-то даже оккультурить какое-то место своего пребывания, отдыха, знаете, вот таких вот гор, больших мусора. Вот мы вот вблизи жилых домов, вот как раньше было, вот такого мы не заметили, даже наоборот. Вот я заметил, что что-то кто-то где-то даже вот на уровне личной инициативы, гражданской инициативы прибираются, потому что это, ну, по сути дела, в каком-то плане их дом, в каком-то плане там, ну, выйти на берег реки. Ведь, в принципе, мы вот говорим о городской среде, да, чем она характерна? Тем, что много бетона, кирпича, искусственных сооружений, а тут у нас по городу протекают в черте несколько замечательных рек, и эта среда еще не захвачена, не перестроена, она, ну, по сути дела, такая, какая есть. И пребывание в этой среде уже само по себе позитив дарит человеку, да. А если чуть-чуть там прибраться, ну, какие-то элементарные моменты, как сейчас говорит наш губернатор, сейчас модно его цитирует, да, элементарное наведение порядка и уже совсем другой вид. Вот, понимаете, вот, мне кажется, что Хлыновка, ну, и Юльченко тоже, это, по сути дела, в принципе, вопрос элементарного наведения порядка, немножко другого отношения, в первую очередь, тех людей, которые там живут, и совсем ведь другой вид. Это совсем другая картина, это то, что можно сделать, и тут затраты не нужны, просто вот реально вот гражданская инициатива, и об этом мы как раз и хотели, собственно, с Константином рассказать. А единственное, я хотел вот Антона попросить рассказать, нам не понравилась река Мостовица, которая впадает в реку Хлыновку. Ну, да, то есть, честно говоря, вот мой опыт эколога, да, вот как говорили, что анализы, ну, мне кажется, что есть внешние признаки того, что вот через Мостовицу идет какой-то большой слив коммунальных стоков неочищенных, потому что вода имеет серый цвет, такой, знаете, когда вот действительно канализация из большого коллектора вытекает, вот мы запланировали с Константином разобраться в этой ситуации, сходить в следующие выходные, посмотреть, потому что очень интересно, вы знаете... Вы забор воды будете делать? Нет, ну, хотя бы посмотреть, да. Если обычно это какая-то труба, то тут анализы тоже, собственно-то, и не нужны. Есть труба, есть серая, весь серый амуть, и все объективно. А вы, кроме того, что вот найдете эту трубу, вы готовы написать, например, городскую администрацию, Министерство экологии, чтобы проверили эту трубу? Ну, конечно, да. Потому что это их обязанности. Ну, обращался, ну, вот интересно, да, есть история моих обращений по реке Люченке, но, к сожалению, истории обращений есть, а истории устранения этих... Ответов, так? Да, и ответы есть. Вот знаете, вот все с точки зрения нормы, права и законодательства. Люди съездили, посмотрели, ответили. Перенаправили. Да, перенаправили еще в несколько инстанций. Знаете, я написал одно обращение в область, а мне пришло три обращения. Из администрации, из Министерства охраны окружающей среды, но, к сожалению... То есть работают люди, посмотрите. Да, люди работают, но очень интересно, потому что люди работают, а река чище не становится. То есть вот если говорить про реку Люченко, то, к сожалению, такой опыт есть. Но, может быть, по Мостовице, вот мы с Константином обязательно это дело до конца дойдем, может, там что-то будет другое. Как мне рассказывал один товарищ, который вроде должен заниматься экологией... Таинственное это сейчас было. Да, значит, он мне говорит, что я как эколог, мне просто некогда выезжать на места, на которые жалуются граждане, чтобы что-то предпринять, потому что мне нужно ответить на 333 бумажки, значит, и не только на экологические темы, но на благоустроительные темы выезжать совершенно некогда. Понимаешь, вот одно письмо ушло, например, от нашего уважаемого эколога Антона Щеглова, а там подключили аж три ведомства, в каждом ведомстве еще по несколько сотрудников, и каждый ответил со своей, значит, стороны. Это ж надо, понимаешь, это ж надо базу подвести, там, сформулировать, печать поставить, потом вот отправить, и все это в течение 30 дней. Еще документы надо перенести из одного кабинета в другой. Да. Ну вот смотрите, мы это, конечно, отследим, и я думаю, что, естественно, наши гости выложат в паблике Хлынов, Колюченков, в Фейсбуке и ВКонтакте результаты исследования Мостовицы, то есть найдут эту трубу, ее сфотографируют, пошлют письмо, мы это письмо тоже зафиксируем в паблике, и посмотрим, что ответят наши городские власти, потому что напоминаем. Это не просто так. Вот видите, я на 2014 год ссылалась, да, хранители реки Хлыновка, еще и раньше хранители и Люльченки, и Хлыновки ходили, и в то время как-то больше даже народу так массово выходило и на субботники, и как-то больше было информации об этом. Одни уходят, другие приходят, все равно видно, что горожанам реки очень важны. И по нашим эфирам тоже это было видно, когда мы вот устраивали в предыдущие там времена, люди звонили и говорили, что очень хотят, чтобы были благоустроены Хлыновка и Люльченко, и напомню, что в прошлом году, когда активно этот вопрос здесь обсуждался, участвовал Министерство экологии, участвовал город, говорили вообще о том, что эти реки могут стать такими живыми артериями города, и от них он может благоустраиваться, потому что горожанину абсолютно необходимо вот вливание этой живой энергии, эту энергию дает природные комплексы и вода. И город, вот правил абсолютно Антон Сеглов, подтверждали его слова также эксперты федерального уровня, которых мы по телефону подключали, что города во всем мире отталкиваются, они просто счастьем считают, когда протекают малые реки сквозь них, и во всем мире на этом делается акцент, потому что загруженному информацией, негативной человеку нужно куда-то прийти, не в дом свой, а куда-то прийти, чтобы пополниться нормальной, позитивной, чистой энергией. И тогда Министерство экологии в лице Аллы Викторовны Албеговой очень активно поддерживало эту работу, была даже создана рабочая группа, куда входили представители администрации города Кирова, Министерство экологии, активисты, и разбирался этот вопрос. И обращали внимание, что в свое время Министерство экологии неоднократно предлагало городской администрации поучаствовать в федеральных проектах, потому что они существовали по очистке малых рек, городов. Долгое время, не помню, Константин, сколько лет, но... С 2008 года. Существовала такая программа. Нет, я имею в виду последний раз Хруиновку чистили в 2008 году. Да, я имею в виду, что существовала такая программа, в которой можно участвовать было и очищать русло за федеральные деньги. Но проблема была в том, чтобы... Это-то как вот сейчас у нас народ, наверное, уже понял, да, вот с дорожным проектом, безопасные качественные дороги, с проектом «Городская среда комфортная», да, что город сначала должен представить свои проекты, вот так будет благоустроен, например, этот двор, или так будет построена дорога, а потом получит деньги. В отношении рек то же самое. Чтобы поучаствовать в федеральных программах, у города должна быть разработана концепция благоустройства и показаны средства, где они их найдут на благоустройство, и тогда федеральные программы выделяют нам деньги, например, конкретно на расчистку русел и рек, потому что, напоминаем, сами реки принадлежат государству. Это не областная собственность, не муниципальная собственность, а федеральная, и федерация время от времени деньги выделяет вот на расчистку. И надо сказать, что дело просто так не закончилось. Было несколько собраний и здесь, потом в администрации города, на уровне Министерства экологии, в общественной палате. И вот теперь перед моими глазами лежит документ, мы о нем тоже говорили, это документ от 27 июля 2017 года, подписанный Александром Перескоковым, главой администрации города Кирова, о благоустройстве прибрежной территории реки Хлыновки на территории муниципального образования город Киров. Где? Есть четыре пункта. Я до перерыва успею их озвучить. Давай. Запланировать благоустройство прибрежной территории вдоль реки Хлыновки от русла реки Вятки до территории промышленной зоны в районе третьего опытного переулка. За исключением береговой полосы, потому что это федеральная собственность, то это благоустройство как бы невозможно. Здесь можно просто ее почистить, да, и привести в порядок, вот, в соответствии с природными требованиями, я бы так сказала. Давайте сориентируем сразу людей. Представьте себе от реки Вятки вдоль улицы Хлыновской, пересекая улицу Ленина, где-то вот еще метров 400, да. И мы уже посмотрели тоже с Аней на карту и видим, что очень плотно застроена береговая линия и еще застраивается береговая линия реки Хлыновки. И там, Аня, ты даже знаешь, какие там комплексы, да, вот. Ну, если это тот район, про который я думаю, то там сразу несколько застройщиков. ЖК Хлыновский здесь есть. То есть это и Уксавитек там строит, и какие-то вот застройщики проблемные, да. Там есть дома, которые не введены в эксплуатацию, и люди их ждут уже несколько лет. То есть плотная застройка есть, благоустройства реки пока нет. Дальше. Управлению градостроительства, пишет Перескоков, да, подписывает такой документ. Пункт второй. Управление градостроительства и архитектуры администрации города Кирова в лице Рубцовой Ирины Викторовны Васильевны. Ирина Васильевна, Рубцова. Простите. Разработать концепцию благоустройства прибрежной территории вдоль реки Хлыновки от русла реки Вятки до территории промзоны третьего. Разработать концепцию архитектура должна. Третий пункт. Управление благоустройства транспорта администрации города Кирова в лице Олега Симакова. Определить размер затрат на реализацию концепции. Раз. Обеспечить подготовку заявки в проект бюджета муниципального образования города Киров на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом расходов на реализацию концепции. В бюджет заложить. Четвертый пункт. Контроль за исполнением настоящего постановления. Внимание, слушатели, жители города Кирова, знайте, с кого спрашивать. Возложить на заместителей главы администрации города Кирова Журавлева Морозова в пределах их компетенции. Я надеюсь, что они достаточно компетентны, чтобы мы получили какой-то проект. Вот этот документ впервые был оформлен. В нем совершенно понятные пункты. Единственное, что я тут не вижу, это сроков исполнения. То есть до какого числа представить архитектурия, до какого числа обсчитать деньги, когда это все должно быть представлено. Но это должно быть явно представлено до обсуждения бюджета на 2018 год. Потому что Перескоков сказал, и, видимо, не он один, а группа, которая принимала это решение, что деньги должны быть заложены в бюджет. Но, Свет, это очень долгая история. Я так понимаю, что в этом году они только готовят документы для попадания... Секундочку. Подготовка заявки в проект бюджета муниципального образования на 2018 год. Уже на следующий год. А не долгая история. И плановый период 2019-2020 год. Они хотят заложить только деньги, которые пойдут на подготовку проекта. Даже не на подготовку проекта, а на подготовку заявки. Потому что заявка требует тоже каких-то небольших денег. А мы об этом говорили уже в прошлом году. Год прошел с тех пор, кстати. Но что мы тут будем гадать? Мы пригласим просто кого? Действительно. Господина Журавлева, господина Морозова и Ирину Васильевну Рубцову. Вот это мы и сделаем. Ближайшие там уже не две недели мы будем в отпуске с Анной Лапшиной. Командировки потом в отпуске. Но это будет в середине октября. В середине октября. Мы им сообщим сейчас, пусть готовятся. А в октябре попригласим в студию. Сейчас у нас реклама, две минуты и мы снова в студии. Доплыл, долетел, добежал до нашей студии Виталий Брам, гражданский активист. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Смотрите, я все-таки предлагаю продолжить путешествие. Мы сказали, что посетили пять участков. Даже шесть. Даже шесть. Мы несколько участков уже обозначили. Двигаемся от Слободы Новой дальше по руслу Хлыновки. А где вы еще были? Потом мы были на улице Социалистической. Это в районе очистных сооружений завода Вятич. И новых очистных сооружений. И промышленная зона. И Киров краска, да. То есть это промышленная зона. Река вполне в нормальном состоянии. В нормальном состоянии. Просто у меня было несколько вопросов. Потому что зимой в этом месте река не замерзает. Меня это немножко как бы напрягало. Это странно. Это было странно. Но Антон меня успокоил. Ну, там очень такой видимый перепад высот и такой участок, где река ускоряется. И, собственно, есть какое-то подобие порогов. Мне кажется, поэтому она, собственно, и не замерзает. И вот каких-то таких видимых сбросов, действительно, каких-то неочищенных стоков мы прошли не обнаружили, к счастью. То есть это особенности рельефа. И это немножко тоже как бы успокоило. Соответственно, следующим у нас участком был как раз вот этот район в районе улицы Хлыновской. Переулка Хлыновского. Второго опытного, третьего опытного переулка. Это в районе пересечения реки Хлыновки улицы Ленина. Это уже участок, который вроде бы как должен попасть в программу. Я считаю, что это очень правильно. Во-первых, этот участок, он у вас попал в программу «30 скверов». Там есть. И люди активно голосовали за эти истории. Там есть этот участок. И в моем понимании, это один из лучших участков на реке Хлыновки, где можно сделать благоустройство довольно небольшими силами. То есть этот участок протяженностью где-то метров 400 и шириной от 50 до 100 метров. И есть там такое большое преимущество, что с одного из берега там идется новая застройка. Строятся совершенно новые дома. И там можно сделать какую-то прекрасную набережную, прогулочную зону. Да, но проблема, как я уже говорила, в том, что там несколько застройщиков. И они, чтобы делать своими силами, например, должны между собой договориться. При этом есть огромное количество жителей местных, которые, я думаю, что активно будут подключаться, если кто-то моторчик какой-то их заведет. Это самое главное, чтобы был какой-то моторчик стороны гражданского общества, стороны активистов, стороны местных жителей. Потому что мы видели застройщиков. Я думаю, что им это выгодно, чтобы быстрее продать квартиры, чтобы, может быть, повысить цену за кратный метр даже возможно. Ну, в конце концов, они этот пример могут привозить на следующих своих объектах, да? Что вот мы построили на такой миссии, что заустроили. Ну, конечно. Мы же видели, компания ССК же сделала сквер на Олых Парусов. Пожалуйста, хороший пример, хороший момент притяжения для застройщиков. Надо компанию ССК позвать, проанализировать, как выросли продажи. Мы их всех позовем, как обычно, потому что, слава богу, и КССК, и Железная, и Маяковская с удовольствием ходят к нам на эфиры. И кроме КССК, который сделал сквер у Олых Парусов, кстати говоря, Денис Крутихин тут в этой студии заявлял, мы все равно сделаем сквер. Вы там разбирайтесь, что вы хотите делать с этой землей потом, да? Вот сейчас будет сквер, потому что люди хотят этот сквер. Он появился. Что касается благоустройства набережной с целью увеличения капитализации своих объектов, великолепный совершенно пример железный. Они сказали, что в Ёлки-парк они благоустроят набережную, несмотря на то, что она не принадлежит железной поселке Ёлки-парк. Но у них концепция такая, что люди должны получить развитую инфраструктуру полностью. И раз весь река, ну как же ее не задействовать? Они это делают, да? Здесь то же самое. Я, кстати говоря, если там строят Укс и Витек, как ты говоришь, Шань, я с большим паритетом отношусь к этой компании, потому что я видела их проекты, я видела разработки, которые они делают там, и как они строят дома. Особенно мне впечатлили там северные ворота, которые, к сожалению, никак не начнут строиться. Но то, что они разрабатывали для северной набережной, там полностью учитывает интересы жителей. Там просто решаются опять же вопросы приоритетного права, строительства, благоустройства и прочего. И вот здесь они тоже так осторожно говорили, что мы готовы, но хорошо бы и городу тоже делать какие-то шаги нам навстречу. А город, к сожалению, шага к навстречу, я не знаю, никак определиться не может. Может быть, сейчас есть надежда на новую администрацию, на новую городскую дому? Какую новую? Подождите, пока. Ну как, уже без пяти минут у нас. У нас еще есть действующая администрация, которая, кстати, вот наконец-то хоть документ по Хлыновке подписала. Надо понять, что они сделают в итоге. Вот в октябре мы уже запланировали этот проект. Но вот еще раз, вот мы когда делали такие эфиры, я напоминала, что когда строились вдоль Люльчинки новые микрорайоны, вот новые дома там, каждый раз, поверьте мне, людям предоставлявшийся проект говорил о том, что зона вдоль реки будет благоустроена, у вас будет прекрасный вид, и их ни разу никто никогда не сделал. И это вот грустно. Вот интересный момент в этом плане, да, что зеленое строительство всем, ну, такое заблуждение, что вот его один раз сделал и все. На самом деле зеленое строительство это одно из самых больших вложений, которые требуют и последующих тоже вложений. И причем посадить дерево одна стоимость, ну, скажем, там 10 рублей, да, а то, чтобы оно выросло, сформировалось, все правильно было с ним, то это, грубо говоря, тысячи рублей. И вот тут Антон Щеглов отметил главные препятствия, которые видят городские власти в любых шагах по благоустройству, развитию там сети скверов. А кто дальше понесет, значит, понесет нагрузку по вот уходу за всеми этими территориями? Ты знаешь, а потом им говорят, с 30 скверами так все время сталкиваемся, что вот эти партнеры, или вот в данном случае строительные компании, их управляющие компании готовы взять на себя нагрузку. И на это там такая пауза возникает обычно, потому что это ж надо подумать, это ж надо расписать схему партнерскую, это ж надо внедрить эти договоры, это ж думать надо, понимаешь? Для этого дума есть, чтобы думать. А думать, Виталик, некогда, потому что бумажки нужно подписывать. Ну, значит, нужно со стороны общества, со стороны жителей теребить о городской администрации, но она должна решать вопрос. Я думаю, что серьезную кадровую встряску нужно произвести, потому что вот правильно написали тут в документе, который мы цитировали, что ответственные за реализацию вот этого проекта, Пахлыновки, Журавлев и Морозов должны, значит, в пределах своей компетенции обеспечить контроль. Вот компетенции вызывают порой большой вопрос. Так, Светлана, еще бы хотелось, чтобы вот к этим проектам на той или иной стадии все же привлекали и экспертов, и общественность, потому что не всегда, не всегда администрация делает то, что действительно нужно горожанам. То есть есть совсем, есть удачные скверы, есть удачные решения, а есть скверы, которые сделаны, ну, совершенно как бы непонятно для кого и для чего. Это мы сейчас про что? Вообще про то, что происходит. Это, к примеру, сквер, который находится в 100 метрах от вас на улице Спаска, где стоит железный рояль. То есть там, по большому счету, это место в углу собак. То есть там с детьми, там никто не гуляет. Это не общественное пространство, очевидно. Если они хотели сделать место для в углу собак, надо было сделать место для в углу собак. А то, что они там как бы сделали, и то, что там уже на сегодняшний момент заросло лопухами, то есть оно там не прибирается. Вот эта история еще раз, Константин, это история еще раз, это то, о чем я говорю. Это самая большая проблема, которую нужно начинать решать городу прямо сейчас. У нас нет, мы с вами об этом в Урбане много раз говорили, у нас нет управления парками и скверами города Кирова. У нас почему-то не принимают передовой опыт, который существует в России, государственно-частного партнерства. Вот вопрос о том, кто будет брать на себя в дальнейшем содержании скверов и парков. У нас нет внедрения и пропаганды вот этих идей среди бизнесменов, что наличие рядом с вашим магазином, офисом и так далее благоустроенной и ухоженной зеленой зоны повышает престижность вашего бизнеса, капитализацию того же бизнеса и прочего. Этого ничего нет, заниматься этим, к сожалению, некому, потому что компетенции отсутствуют. Мы надеемся, может быть, их всех разгонят, чертная матери. Не надо разгонять. Если нет компетенции, нужно поставить тех, у кого она есть. Учиться надо. Дайте людям шанс. Мне вот в этом плане понравилась позиция Дмитрия Юрьевича Шиляева, знаменитый наш галерист. Галерея прогресса. Да, галерея прогресса, который высказал очень интересную мысль, что в Европе давно начинает немножко с другого конца. Он говорит, что в Европе к таким мероприятиям подходят, как берут, собственно, произведение искусства, стрит-арт или что-то другое, и эти произведения искусства помещают в эту среду. И уже меняется внешний вид, за ним меняется мироощущение людей, и уже все остальное идет как бы плюсом. Почему? Потому что мы сейчас говорим, по сути дела, о парках. А парки – это даже термин есть такой, садово-парковое искусство. Почему мы сейчас критикуем определенные скверы? Да потому что это, собственно, само по себе парк – это, в принципе, произведение искусства. И если подходить к ним вот с этой концепцией, может быть, тогда у нас все пойдет правильно. Вот, и тут я хочу под занавес все-таки сказать, в том числе и новому руководству области, там, утвержденному руководству области. Которая вчера обещала благоустроить набережные ветки. Да, и говорила, что нужно, чтобы люди увидели Киров другим, чтобы те, кто уехал, приехали и посмотрели, как мы изменились. Так вот, у нас в системе образования напрочь отсутствует подготовка специалистов по урбанистике, по городской среде. Ни в ведущем вузе опорном, ни в сельхозакадемии, ни в этом самом лесотехническом колледже. Конкретных специалистов по современной среде не готовят. А для того, чтобы у нас город развивался, они должны появиться, эти люди. Согласны? Согласна. Тут, мне кажется, вопрос довольно длинный, если мы говорим про подготовку кадров. А вообще нужно подходить к пространству развития, стратегии развития города, хотя мы начнем с этого, а потом агломерация, потом область. Нужно с этого начинать. Но передовый опыт во всех регионах сейчас, во многих идет, то есть с подключением архитектурных бюро, та же там КБ-стрелка идет по многим регионам. Уфу, мы тут приводили, в пример, не так давно. Почему бы нет? Нужно с этого начинать, то есть нужен какой-то запал, чтобы появился, в том числе у жителей, в том числе и у местных. Но мы все для этого делаем в рамках того, что мы можем в этой студии, на волнах нашей радиостанции. Благодарим наших гостей Константина Кропанева, Виталия Брама, Антона Щеглова. Обещаем, что в середине октября, конкретно к вопросу речек, мы вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok